Здравствуйте, дорогие любители вязания! Показываю вам очередную красоту. Это узор к свитеру Милквейт от Кэрол Сэндой. Милквейт в переводе означает молочай. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Любови Капраловой. Она прислала к нам свою просьбу в группу ВКонтакте. Что я хочу сказать об этом узоре? Вязать его интересно, вязать его не сложно. Просто нас часто отпугивают незнакомые условные обозначения в непривычных схемах. Как в схеме вот этого узора. Я прошу прощения, у меня принтер уже нифига не печатает. Я связала здесь точно по схеме. Раппорт узора составляет 37 петель и 54 ряда. Но мы сначала вяжем 7-6 рядов, которые в раппорт узора не входят. А уже с 7 по 54 ряд мы будем повторять. 48 рядов высоту составляет раппорт узора. Кому интересно описание этого свитера, я оставлю ссылку под видео. Если вы будете вязать свитер, то там в описании, в схеме, в центре, буква М. Ох, у меня ее видно. Буква М обозначает вывязывание петли из протяжки, увеличение на одну петлю. Значит, это что касается именно вот этого свитера. Это значит, там 36 петель в процессе вязания получается. И одну петлю мы добавляем в начале, вот в центре узора. Я схему сделаю более понятной и уже сделаю без этой буквы просто схема для этого узора. Но, естественно, платочная вязка в начале и по краям, это уже к узору совершенно не относится. Давайте немножко я по схеме пробегусь. В этой схеме все условные обозначения показаны так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. Как выглядят петли на лицевой стороне изделия. Этим она похожа на японские схемы, кто с нами вязал. И это значит, что мы по кругу вяжем все время лицевыми рядами, читая схему справа налево все ряды. И вяжем по кругу, повторяя петли раппорта. При поворотном вязании мы лицевые ряды читаем справа налево. Точно так же, как они на схеме показаны, все петли. И потом поворачиваем работу и уже на изнаночной стороне мы будем читать наоборот петли. В этой схеме пустая клеточка обозначает лицевую петлю на лицевой стороне. В изнаночном ряду мы будем вязать эту пустую клеточку изнаночной петлей. Читать, вернее, схему будем. И если в изнаночном ряду у нас изнаночная петля показана, то, естественно, мы будем вязать ее лицевой петлей. И самое основное, чтобы вас не ввести в заблуждение, как вы можете заметить, у нас раппорт узора состоит из двух одинаковых частей. Я не считаю первые шесть рядов, семь рядов там получается. Вот отсюда у нас начинается узор. И далее уже отсюда начинается вторая половина. И, как вы можете заметить, они одинаковые, за исключением того, что косичка в первой половине у нас в правую сторону идут перекрещивания, смотрят в правую сторону, а во второй половине в левую сторону. Все остальные элементы вяжутся совершенно одинаково. Поэтому я вам предлагаю, я свяжу ровно половину, мы свяжем вот тридцатый ряд, у нас как раз получается половина узора. Мы с вами свяжем с первого, начиная с самого первого ряда, и по тридцатый ряд. Вторая половина вяжется аналогично, за исключением перекрещивания в другую сторону стебля этого молочая. Я уже думаю, что вы это свяжете самостоятельно. Еще я не сказала, что первый ряд у нас нулевой ряд, он не входит в раппорт узора, это нулевой изнаночный ряд. Мы его провязываем и дальше начинаем вязать узор. Ну вот, пожалуй, и все. Давайте скорее начнем вязать такую красоту. Итак, набираем тридцать девять петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И мы вяжем нулевой установочный ряд, который не входит в раппорт узора, и этот ряд изнаночный. Значит, внимание, смотрим на схему и вспоминаем, что в этой схеме, в изнаночных рядах, петли читаются наоборот. Пустая клеточка, это лицевая петля на лицевой стороне, значит, в изнаночном ряду мы вяжем ее изнаночной петлей. Итак, я снимаю первую кромочную петлю и провязываю 12 изнаночных. Далее, на схеме изнаночная петля мы провязываем ее лицевой петлей. Снова 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Вот это центральная лицевая петля, относительно ее мы будем вязать узор в зеркальном отображении. 2 изнаночных, 2 изнаночных, 2 изнаночных, 2 лицевая и 12 изнаночных до конца ряда. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной петлей. Провязали изнаночный нулевой ряд и начинаем вывязывание узора. Первый лицевой ряд. 11 лицевых. Далее, смотрите, нам нужно 3 петли перекрестить особым образом. Вот запомните, этот элемент будет на протяжении всего узора повторяться. Нам нужно первую петлю оставить на дополнительной спице за работой. Либо вот поменять вот так петли местами. Первая петля за работой. Затем вторая петля изнаночная. Мы выставляем ее вперед и провязываем ее изнаночной петлей. Следующие 2 петли, которые у нас за работой на дополнительной спице, ну, то я без дополнительной спицы. И петля с левой спицы мы провязываем их вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Я петли развернула, потому что я вяжу бабушкиными петлями. И у меня они лежат неудобно, чтобы их подхватить и провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кто вяжет классикой, у них петли лежат для этого удобно. Итак, запомнили. При перекрещивании трех петель мы выставляем изнаночную петлю на первое место. И провязываем ее изнаночной петлей. А петлю, оставленную за работой, и петлю с левой спицы мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 1 лицевая, накид, 1 изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, делаем накид и еще 1 лицевая. И теперь нам нужно 3 петли перекрестить в левую сторону так, чтобы вот у нас снова была изнаночная петля на первом месте. Вот мы ее таким образом выставляем на первое место. То есть мы оставляем ее перед работой. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. И изнаночную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Я надеюсь, что вам понятно. И у нас будет 11 лицевых петель до конца ряда. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные, изнаночными. И у нас накиды тоже здесь провязываются изнаночными. Я такие ряды видео пропускаю и вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд, 10 лицевых. Снова перекрещиваем 3 петли в правую сторону. Оставляем первую петлю за работой. Изнаночную петлю выставляем на первое место и провязываем ее изнаночной петлей. Петлю, оставленную за работой, и следующую петлю с левой спицы провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Далее у нас будет 2 лицевых, накид, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, накид, 2 лицевых. И снова 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Изнаночную петлю выделяем. Подхватываем сзади лицевую петлю правой спицей. Обе петли на правой спице провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. И изнаночную петлю провязываем изнаночной. И далее до конца ряда у нас будет 10 лицевых. В четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Пятый лицевой ряд, 9 лицевых. Снова 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой на левую спицу, переносим. Изнаночную петлю выставляем на первое место, провязываем ее изнаночной. И петлю, оставленную за работой, и петлю с левой спицы провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Далее у нас будет 1 лицевая. Делаем накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Снова делаем накид. Затем изнаночная 2 лицевых, изнаночная 2 лицевых, 1 изнаночная. Делаем накид. 2 петли вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид. 1 лицевая. И 3 петли перекрещиваем влево, так, чтобы у нас на первом месте оказалась... На последнем месте теперь оказалась изнаночная петля. 2 вместе мы провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. И затем провязываем изнаночную петлю с левой спицы. И у нас будет 9 лицевых до конца ряда. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Мы провязали с вами 6 рядов, которые не входят в раппорт узора. Далее узор, раппорт узора начинается с 7 ряда. Вот эти 6 рядов провязываются 1 раз. 7 лицевой ряд, 8 лицевых. Прикрещиваем 3 петли в правую сторону, так, чтобы у нас сначала провязалась изнаночная петля. Затем провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 1 лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид, 1 лицевая, 1 изнаночная. И вот следующие 5 петель нужно провязать, перекрестить следующим образом. 2 петли снимаем на дополнительную спицу за работой, оставляем. Провязываем 1 изнаночную и 2 лицевых. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее у нас будет 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая и перекрещиваем 3 петли в левую сторону. Выставляем сначала, освобождаем изнаночную петлю, затем следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Затем провязываем изнаночную петлю. 8 лицевых до конца ряда. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9 лицевой ряд. 7 лицевых. 3 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем 1 петлю за работой, провязываем изнаночную петлю, петлю оставленную за работой и следующую петлю с левой спицы провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 2 лицевых. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее перекрещиваем 3 петли в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, можно на дополнительной спице, можно поменять петли местами. Провязываем 2 лицевые и петлю, оставленную за работой, мы провязываем изнаночной петлей. Далее у нас будет 2 лицевые, изнаночная, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Убираем изнаночную петлю на левую спицу, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево и изнаночную петлю с левой спицы провязываем изнаночной. И у нас будет 7 лицевых до конца ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд. 6 лицевых. 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Выставляем изнаночную петлю на первое место, провязываем ее изнаночной. Следующие 2 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная. И следующие 5 петель перекрещиваем в правую сторону. Оставляем первые 2 петли на дополнительной спице за работой, либо вот так меняем их местами. Провязываем 1 изнаночную, 2 лицевых. И петли, оставленные за работой, мы провязываем лицевыми. Далее 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. И 3 петли перекрещиваем в левую сторону, выделяем изнаночную петлю, вставляем ее на левой спице, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. И петлю с левой спицы вяжем изнаночной петлей. 6 лицевых до конца ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд, 5 лицевых. Снова 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Сначала провязываем изнаночную, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевых. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевых. 1 изнаночная. И 3 петельки перекрещиваем в левую, в правую сторону. Оставляем 1 петлю за работой. Провязываем 2 лицевые. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 лицевых. 1 изнаночная. 2 лицевых. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 3 лицевых. И 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Высвобождаем изнаночную петлю. Следующие 2 петли вяжем лицевой. И провязываем изнаночной петлей, изнаночную петлю. И 5 у нас лицевых до конца ряда. Что я уже заговорилась. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 15 лицевой ряд. 4 лицевых. Перекрещиваем 3 петельки вправо. Высвобождаем изнаночную петлю. Провязываем ее изнаночной. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 3 лицевых. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 3 лицевых. 1 изнаночная. Далее 5 петель перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем на дополнительные спицы за работой. Провязываем 1 изнаночную. Затем 2 лицевые. И петли, оставленные за работой, вяжем лицевыми. Затем у нас 1 изнаночная. 3 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевых. И перекрещиваем 3 петли в левую сторону. Я уже тут подробности опускаю. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону и 1 изнаночную. Вам уже понятно, как перекрещивать 3 петли. Сначала в правую сторону. Затем в левую сторону. Нам нужно, чтобы перед петлями, провязанными 2 вместе лицевой, шла дорожка из изнаночных петель. Видите, как она получается красиво. Оттеняет вот эту дорожку. А когда влево мы перекрещиваем, то у нас дорожка из изнаночных петель будет за дорожкой из 2 вместе провязанных лицевых петель. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд. 3 лицевых. Перекрещиваем 3 петельки в левую сторону, в правую сторону. Провязываем изнаночную. И 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Далее 4 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевых. 1 изнаночная. Далее первую петлю снимаем на дополнительную спицу за работой. Провязываем 2 лицевых. И петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 лицевых. 1 изнаночная. 3 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 4 лицевых. И 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Сначала провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем провязываем изнаночную петлю. И у нас будет 3 лицевых до конца ряда. Восемнадцатом изнаночном ряду витли провязываем по рисунку. 19 лицевой ряд. 2 лицевые. 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Провязываем 1 изнаночную. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. 4 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 3 лицевых. Далее нам нужно перекрестить 4 петли в правую сторону. Первую петлю снимаем на дополнительную спицу. Оставляем за работой. Затем провязываем петли. Так как они лежат. 1 изнаночная и 2 лицевых. И петлю оставленную за работой мы тоже вяжем лицевой. Затем у нас будет 1 изнаночная центральная. И 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем 1 лицевую. И петли, оставленные перед работой, провязываем 2 лицевых. 1 изнаночная. Далее будет 3 лицевых. Накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Накид. 4 лицевых. И 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Убираем изнаночную петлю. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. И провязываем 1 изнаночную. 2 лицевых в конце ряда. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 21 лицевой ряд. 1 лицевая. Оставляем 1 петлю за работой. Провязываем изнаночную петлю. И петлю, оставленную за работой, петлю с левой спицей. Провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых. Накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевых. Далее 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 1 петлю за работой. Следующие 3 петли провязываем так, как они лежат. 1 изнаночная, 2 лицевые. И петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее будет 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. И 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем лицевую петлю. И петли, оставленные перед работой, вяжем 2 лицевых. 1 изнаночная. Далее будет 2 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 5 лицевых. И 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Освобождаем изнаночную петлю. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. И провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 23 лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 3 петли вправо. Провязываем изнаночную. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 5 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевых. Далее перекрещиваем 4 петли. Следующим образом. Одну петлю оставляем за работой. Провязываем 1 изнаночную. 2 лицевых. И петлю, оставленную за работой, провязываем изнаночной. Далее 2 лицевых. Далее 2 лицевых. 1 изнаночная. 2 лицевых. И 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем 1 изнаночную. И петли, оставленные перед работой, провязываем так, как они лежат. 2 лицевые и 1 изнаночная. Далее будет 2 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. И 3 петли перекрещиваем особым образом. Восвобождаем изнаночную. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. И 1 изнаночная. В 24 ряду петли по рисунку. 25 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. 6 лицевых. Далее накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Накид. 1 лицевая. И следующие 3 петли мы будем перекрещивать вправо. Точно так же, как мы перекрещивали в этой части узора. 1 петлю оставляем за работой. Провязываем изнаночную петлю. И 2 петли вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Далее будет лицевая, накид, изнаночная. 2 лицевых, изнаночная. 2 лицевых, изнаночная. Делаем накид. 1 лицевая. И с этой стороны точно так же 3 петли мы будем перекрещивать в левую сторону. Взвобождаем изнаночную петлю. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. И провязываем изнаночную петлю изнаночной. Далее будет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 лицевых. И 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. В двадцать шестом ряду петли вяжем по рисунку. Двадцать седьмой лицевой ряд, 7 лицевых. Накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Провязываем 1 изнаночную и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 лицевых. Накид. Изнаночная. 2 лицевых. Изнаночная. 2 лицевых. 1 изнаночная. Делаем накид. 2 лицевых. 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Провязываем 2 лицевых и изнаночную. Далее будет 1 лицевая. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид. 7 лицевых. В двадцать восьмом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Двадцать девятый лицевой ряд. Девять лицевых. Три петли перекрещиваем в правую сторону особым образом. Сначала вяжем изнаночную. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Одна лицевая, накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Накид. Изнаночная. 2 лицевых. Изнаночная. 2 лицевых. Изнаночная. Изнаночная. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Одна лицевая. И провязываем 3 петли с наклоном в левую сторону. Сначала 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 1 изнаночная. И у нас будет 9 лицевых до конца ряда. В 30 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Ну вот, посмотрите. Мы с вами провязали первую половину узора, в которой первые 7 рядов в раппорт не входят. Раппорт узора начинается с вязания 7 ряда. И вторая половина узора вяжется аналогично, как я уже говорила в начале видео. Я думаю, что вам узор нравится. А такая красота не нравится, не может. Я в этом просто уверена. Ставьте лайки, если вы со мной согласны. Давайте скажем спасибо Любови Капраловой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в соцсетях. Все ссылки вы найдете под каждым нашим видео. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива. Удачи и ровных легких петелек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok